Всем привет, с вами Дричент, и да, это Один за всех, новая порция трешнячка, а сегодня у нас девушка сбежала из дома с парнем-инвалидом. Вот как-то так. Давайте, в общем-то, не затягивать, начнем. Если вы рады, то просто буду благодарен за лайк под видео и проверьте подписку на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы начинаем. Добрый вечер, в эфире проекта Один за всех, меня зовут Дмитрий Карпачев. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. На этих фото из оперативных сводок МВД Саша и Оля из Луганской области. Уже месяц их по всей стране ищет полиция. Но, как оказалось, эти двое не совершили никакого преступления, а просто пошли против воли родителей девушки, которые запрещают ей любить парня-инвалида. Именно Оля помогла Саше сбежать из закрытого психоневрологического интерната. А теперь они вместе прячутся в разрушенном детском саду. Ради любимого девушка из приличной семьи готова спать на бетонном полу и укрываться грязным тряпьем. Где вы кушать готовите? Кушать мы готовим на улице. На костерчик распаливаем. Есть сковородка, кастрюля. Когда есть картошка, отвариваем здесь. Она спит, да, я не сплю, потому что прислушаюсь к каждому шерму, к каждому звуку. Потому что такие люди, как наркоманы, они тут четенько появляются. Но у парня проблем еще больше. Все его документы остались в интернате. А это значит, что ни устроиться на работу, ни найти нормальное жилье он не может. А меня обкалывают психотропными веществами, под психотерик я не могу отдойти месяц или два. Я за себя, в принципе, не боюсь, потому что я уже готова на все. Я выдержать, но только, чтобы его не трогали. Сегодня в студии один за всех. Влюбленные получат шанс разорвать этот замкнутый круг. Родители девушки впервые после побега увидят свою дочь. И мы поймем, дрогнут ли их сердца. Не, ну как его показывают, ну знаете, на какого-то маньяка он не похож. Да, проблемы со здоровьем, проблемы с речью, проблемы с лицом, то есть с глазом. Но какого-то в нем, я не знаю, тирана я вообще не увидел. А в чем проблема? То есть, типа, он не может забрать, получается, документы оттуда, откуда он сбежал. Потому что его там якобы, по его словам, обкалывали препаратами. Разобраться в этой истории помогут гости и эксперты в нашей студии. Телеведущая Юлия Бортник. А водители хотят вернуть девчонку домой. Профессор психиатрии Анатолий Чуприков. Угу, окей. Директор Киевского центра социальной и психологической реабилитации детей и молодежи Людмила Новик. Тележурналист Константин Грубич. И наши постоянные эксперты психолог Анна Кушнирук. И юрист Михаил Крисяшников. Первой, кому влюбленная пара решилась открыть историю своих злоключений, стала жительница рубежного Марина. Девушка не смогла остаться равнодушной в судьбе беглецов. И сегодня она у нас в студии, чтобы попытаться им помочь. Встречайте. Здравствуйте. О том, что ребята в розыске, наверное, многие знают, потому что город все-таки маленький. Но вот вы когда их увидели, почему позвонили не в полицию, а нам? Ну, потому что если бы позвонила в полицию, мне кажется, если бы их сразу забрали и разъединили его бы в интернат, а я бы к родителям, они бы просто не остались вместе. А вы считаете, что они должны быть вместе? Конечно. Почему? Они так любят друг друга. И она вместе с ним сбежала, жили в каких условиях. Когда вы с ними впервые познакомились? Ну, сначала мы несколько дней вместе с мужем, когда ходили гулять по улице с ребенком, видели эту пару, которые сидели напротив заброшенного своего помещения. Заброшенный детский сад? Да, на первом этаже наркоманы, бомжи, все вот такое. Вот. И мы решили потом подойти и спросить, кто они вообще, потому что они хорошо выглядят, ходят в обнимку, сидят в обнимку везде. То есть они показались вам приличными людьми, которые не должны находиться в том месте, где они находились? Да. Они рассказали свою историю. Сначала, конечно, немножко боялись. Рассказали, что парень, он инвалид, избежал с интерната. Из какого интерната? Он же вроде взрослый уже. 26 лет. Он в интернате, так как он инвалид и недееспособный сам. И он оттуда сбежал? Он сбежал, да, вместе со своей девушкой. А девушка его тоже была в этом интернате? А девушка работала в этом интернате. И она помогла ему сбежать, они сбежали вместе, и вот она с ним... И Дрид Бонни и Клайд. Я ж люблю, с этих один за всех можно фильмы, сериалы снимать. И она работала в больнице, и одной темной ночью они сбежали из нее. Может, его любят. Встретились, полюбили друг друга, и оба сбежали из интерната. Да. Ну вот звучит, если честно, как-то так слегка неправдоподобно. Ну вот и мы так подумали, что если бы он был, правда, ненормальный, муж еще приписывает, что у него легкая степень отсталости и шизофрения. А, то есть это интернат для умственно отсталых? Да. То девушка, которая там работает, ну не смогла бы сбежать с таким парнем, у которого такой диагноз. А скажите, вот вы когда с ним общались, он похож на человека, у которого легкая форма умственной отсталости и намек на шизофрении? Нет, конечно. Нет, то есть он выглядит нормально? Конечно, нормально. На первый взгляд? Да. Он готовит кушать девочке на костре. Сам готовит, сам кормит. Он полностью адекватный человек. За столько времени, как мы с ним общались, ну ни разу не увидели, что у него что-то не так. Что они еще вам рассказали о своей судьбе? Почему, когда они сбежали из интерната, они там не поехали к родственникам? У него нет родственников. А у нее? А у девочки все против. Против Саши, против. Потому что не хотят, чтобы она была с инвалидом. Это правда, что отец Оли работает в том же интернате, где находился Саша и где работала сама Оля? Ну, вроде бы он там электриком работал. Он, по идее, тоже был знаком с Сашей, да? Да, да. Если он его видел, и он видел то, что Саша не умственно отстал, и почему он против? Оля говорила, что ее родители хотели отдать ее замуж за другого парня, за какого-то. В смысле? Как это отдать? Ну, я не знаю, куда-то хотели отправить ее в другой город и поженить ее на другом. Но ей же сколько? 22 года вроде бы, да? 21. Ну, нельзя же, вот парень, иди сюда, вот тебе Оля, бери. Ну, вот нам Оля так сказала и говорит, что ее хотели, вот, чтобы она доработала, и в сентябре отправить в другой город. В другой город, к другому парню? Да. А она любит Сашу и хочет жить вместе с ним. Дим, ну можно или нельзя тут вопрос, какие мотивы были у родителей выдавать ее за другого? Возможно, он более обеспеченный, чем они, и они видели для нее будущее. А здесь она приходит с парнем с ограниченными способностями. А что сама Оля рассказывала о мотивах родителей? Ну, она говорила, что просто вот они у нее такие строгие. И как бы все. Отец Оли работает в этой же системе. И знает нашего Сашеньку уже не первый год. Там целая, короче, и дочка работала в этой больнице, и отец в этой же больнице работает. Которое время назад Саша был влюблен в другую девушку, Ирочку. И там тоже шла речь о достаточно тесной дружбе, знакомстве и даже свадьбе. Там по этому поводу был какой-то серьезный конфликт. Я знаю, что вы общались с Сашей перед съемками, и он рассказал вам о своей жизни, да? Он был откровенен, и Олечка здесь же была. Вот я даже отдельно, собственно говоря, беседовал с каждым из них. И примерно они рассказали мне одно и то же. Есть подозрения на шизофрению у Саши? Нет. Вот в тот момент, когда я, собственно говоря, с ним познакомился, то он предстал передо мной вполне здравомыслящим человеком. Вот хотя вместе с тем, конечно, то, что он сирота, а то, что он провел долгие годы и в детском доме, и затем в психологическом интернате, достаточно, надо сказать, по его рассказам, жесткой дисциплиной. Там, например, для взрослых даже людей, значит, обязательный послеобеденный сон. Ты просто обязан лечь и лежать в кровати. И ты не имеешь права выходить. Все это, вне всякого сомнения, сказалось на его развитии. Перед нами предстает человек все-таки наивный и малообразованный, хотя и вполне-вполне порядочный. Я вот это обстоятельство хочу подчеркнуть. Ну вот здесь очень важный момент. Дееспособен Саша или нет? Вне всякого сомнения. Он дееспособен. А скажите, вот интернат находится в вашем городе? Нет. Нет? Нет, они с него сбежали. Как они рассказывали, они, когда сбежали с интерната, они в каком-то поселке у кого-то в доме жили. Тоже кто-то их приютил. Там какая-то тоже непонятная ситуация получилась. И они, в общем, оттуда сбежали в лес. Они жили в лесу где-то неделю, наверное. Вот. В лесу, понятно, условия, конечно. И они пришли как бы пешком в город, в рубежный, к нам. И нашли этот заброшенный садик и стали там жить. Как долго они вот живут в этом заброшенном детском саду? Ну, недели две, наверное, точно. За что они живут? Сначала, когда мы с ними познакомились, они три дня не кушали. Ну, мы чем могли, приносили покушать, там, из одежды что-то. Потом Оля устроилась на стажировку в кафе официантом. У нее паспорт есть, она устроилась, а у парня нет паспорта. Он остался в интернате. А Саша нигде не работал? Пытался. Пытался. Найти работу, да. Но у него нет паспорта. И еще у него со зрением, у него одного глаза как бы нет. Может быть, еще поэтому не брали. Но когда-то у него было денежка, он вроде где-то там подзаработал. Ну, и мороженое они покупали. И как бы было за что купить покушать. Он Саша тоже зарабатывал немножечко, помогая на рынке. Переноска товаров. Эту историю знают. Ну, грушиком был. А скажите, вот вы с ними же обсуждали их планы на будущее. Сейчас лето. И хоть некомфортно в заброшенном детском саду, но как-то терпимо. Зимой там, думаю, в принципе будет невозможно. Они хотели бы, чтобы Саше была возможность вернуть его паспорт. Чтобы он смог устроиться на работу. Они хотели вместе устроиться на работу, снимать жилье, жить и работать. Вот я слышал, что ребята в розыске. Вот это понятие в розыске. Я так понимаю, что никакого преступления они не совершили. Для того, чтобы объявить человека в розыск, либо признать без вести пропавшим, есть целая процедура, целый механизм. Психоневрологический интернат, как я понимаю, это учреждение закрытое. Да. Ответственность за воспитанников несет... Администрация. Администрация. Да, да. Если пропадает воспитанник, то они тоже обязаны об этом сообщить. Их разыскивают не для того, чтобы взять под стражу или куда-то доставить. Их разыскивают для того, чтобы узнать, что с ними все в порядке. Знаете ли вы что-то о том, выходила ли Оля на связь со своими близкими? Звонила, быть может, говорила, у меня все хорошо, не ищите меня. Ну, я знаю только, что родители пытались ей звонить. А она не разговаривала с ним. Там же же ей папа угрожал, что его убьет, а ей руки заломает. А после этого он звонил, но она... У Оли уже нет телефона, только вот у Саши остался. И навряд ли он, наверное, знает номер просто. Сейчас я бы хотел пригласить к нам в студию саму Олю и узнать, что же ее заставило порвать со своими родителями и скитаться со своим избранником. Здравствуйте, Оль. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Я знаю, что ради того, чтобы быть с Сашей, вы прекратили всяческие отношения со своими родителями. Это правда? Да. А расскажите, как до этого дошло? Наши отношения начались с того, что я пошла работать в Дмитриевский интернат психоневрологический на пищеблог. Ну, это столовая, где их кормят. А как вы туда попали? Ну, я поначалу работала на прачке, там, где стирают одежды, а потом перевелась оттуда и работала там. Просто вам же 21 год. Да. Вроде как бы можно учиться, развиваться, расти, а вы так сразу сначала прачкой, потом в пищеблог. Ну, я хотела вообще-то учиться, но как бы родители меня не пустили, и поэтому... Родители не пустили учиться? Да. На кого вы хотели учиться? Ну, на парикмахера. Парикмахера. А почему родители против? Ну, они как бы беспокоились и говорили, как ты там будешь в городе одна. То ли дело прачкой в психоневрологическом диспансере. Ну, согласен, это парикмахер, это вот салон красоты, что это за работа такая? О, бля, психбольная, тут нормально. Я теперь понимаю, почему, потому что там же папа работал, и чтобы дочь всегда была под присмотром, рядом, вот он ее туда и устроил. Работал бы папа на шахте, он бы дочь на шахту кем-нибудь устроил. А вы в семье одна? Оператором. Да. У меня родители просто были строгие очень, и я почти постоянно была под присмотром, за меня все время все решали. Короче, тотальный контроль. Если я куда-то уходила, мне нужно было подробно рассказать, что я делаю, как, с кем, что общалась. Это обязательно. Допустим, мне назначилось столько-то времени, да, у подруги быть. Если я опаздывала, да, мне доставалось. И пощечины, и не только, ну... Скажите, ваши... Вот вам и результат такого шикарного воспитания и тотального контроля. Добились то, чего хотели. Еще и клепали детей. В жизни были мужчины до Саши? Точнее, дочку. Родители насчет этого были очень против и очень снуто. Очень против чего? Чтобы вы, в принципе... Чтобы я с кем-то встречалась или какие-то в нем были отношения. Подождите, а как родители видели ваше будущее? Они, возможно, не хотели внуков? Они хотели, но не хотели, решили, это уже предназначено было давно, что меня отправят в Грузию, и выдадут за того, за кого им хочется. Ваши родители из Грузии? Ну, мама азербайджанка по начинальности. А, то есть мама в Грузии присмотрела вам уже жениха, и теперь вопрос только в доставке. Скажите, Саша, первый ваш мужчина? Да. Чем он вам приглянулся? Ну, скажем так. Просто он всегда поддерживал меня, он всегда обо мне заботился, защищал меня. То, что тебе не давали дома, правда? Папа и мама. Да. Правильно? Просто не совсем понятно, как можно проявить все эти качества в тех условиях, в которых вы познакомились и ваши отношения развивались. Но на самом деле условия благоприятны. Если Оле нельзя никуда ходить, ни с кем общаться, тут она в стенах интерната, в пищеблоке работая, накрывая на стол, убирая, может быть, посуду, не знаю, проветривая что угодно. Саша, как, собственно говоря, человек, который живет в этом заведении, может с ней бывать, может ей помогать, разговаривать. То есть это вот готовые свидания. Вот я больше чем уверен, что ваш отец, когда вас устраивал на работу в интернат, он думал, ну вот там она точно будет в безопасности. Вот как вы заявили своим родителям о желании провести остаток своих дней с Сашей? Я не заявляла и ничего не говорила. Он сам узнал об этом. Как он узнал об этом? Ну, он просто, прежде чем я устроилась, там у него знакомые были, вот он как бы говорил, что присматривать там, если что-то не так. И тут они видят, что вы слишком много времени проводите с Сашей. Да. Сообщили отцу. Как отец на это отреагировал? Ну, отец меня начал ругать, потом родители просто начали, как ты могла встречаться с таким человеком, что он шизофреник. И я еще и получила по морде за это, за то, что утверждала, что он не такой. Получила по морде в буквальном или в переносном смысле этого слова? Буквальном. Ну, в буквальном. 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 Похоже на то, в каких условиях рос Саша и в каких он находился. Только Саша находился в таких условиях, потому что учреждение было специализированное, а у вас функцию санитаров выполняли родители. Говорил ли папа с Сашей, запрещал ли он вам ходить на работу? Не исключено, что для нее условия а-ля жить в заброшенном садике тоже, скажем, неприятненько, но терпименько, чем с отцом, который может ее укрепать и так далее и держит под контролем. Ну да. Меня просто хотели, чтобы я уволилась. И в итоге я настояла на своем, и я не уволилась. А как, ваши отношения с Сашей продолжались? Да. И папа об этом знал? Нет. А как? Ведь это же закрытое учреждение, я уверен, там все под контролем. Я знаю, но мы были очень осторожными. А Саша сам общался с вашим папой? Мой папа сам с ним решил поговорить после того, как узнал о том, что мы с ним встречаемся. И даже мне говорил, что я поговорю с санитарами, чтобы его накололи психотропными веществами. Но это эмоции папины. Ну, все равно. Наколоть в любой момент могли. Там просто их за людей не считали. И если он что-то вдруг не так скажет, много разговаривает, не так, его просто накаливают, и его выкручивают просто ужасно. Обращения были реально такие нечеловеческие. Я в эту историю верю, реально. Санитары те же. И я это действительно видела. Они понимают, что куда они пожаловаются. Если что, они психически больные. И им все сойдет с рук. Здесь то, что вы рассказали, это больше, чем ваша история любви. Здесь говорится о том, что с людьми ведут себя неподобающе. С больными людьми, которые не могут ничего сделать с этим. Проблема в следующем, что завтра Сашу поймают, вернут в заведение, а дальше, находясь под препаратами, он уже никому не сможет доказать, что он дееспособен и нормален. И он этого реально боится, потому что то видеообращение, которое он записал, там вот как раз об этом и говорится. Меня обкалывают психотропными веществами, после которых я не могу отойти месяц или два. Потому что психотропные вещества, они очень сильно действующие, и они находятся под опыта. Но сотрудники, да, медики, они все равно стараются добыть данные препараты, чтобы опроводить подопешников, которые задают сильно много вопросов по поводу личных средств. Также у нас были случаи, когда подопешники заканчивали жизнь самоубийством. Умер человек, нет у него родственников, его молча похоронили, и продолжает дальше получать деньги. Мы решили провести такое небольшое расследование и позвонили одному из воспитанников этого учреждения, в котором ранее находился Саша. Человек, к которому позвонили, он на данный момент до сих пор там. И вот, что он нам рассказывает. Ну, допустим, поссорился он там с каким-то санитаром, да, раз, хоп, закололи, посадили в третью. Типа КПЗ вот такого. А что там происходит? Просто там комната, она с железной дверью с решеткой. Ну, там вот те, кто проведение, могут закрывать, ходить, пьют. То есть о нарушении прав человека в этом заведении говорят уже двое из тех, кто там побывал. Мой муж, к сожалению, его уже нет в живых, но он, когда его назначили директором школы-интерната, первое, что он сделал, по статье уволил 18 воспитателей. Без права занимать должность. Почему? Потому что занимались рукоприкладством, извините. Ну, здесь дети, а здесь, видите, к этим людям применяют психотропные препараты. То есть начать нужно именно с администрации, потому что там ненормальные вещи происходят. Хорошо, Оль, вот вы понимали, что в рамках закона Сашу оттуда никто не выпустит. Скажите, как вам удалось сбежать оттуда? Ну, мы придумали план. Я просто знала, что мои родители пойдут до бабушки. Этот день как раз санитаров, ну, поменьше. Встретились возле почти интерната. После этого туда приехал такси, мы просто спокойно сели и уехали. Так, а у вас были какие-то сбережения? Куда вы собирались уехать? Ну, у меня были деньги. Я насобирала 4 тысячи, и мы поехали. Куда вы поехали? Мы сначала поехали в Новыйдарский район. Потом мы поняли, ну, я связалась со своей бабушкой, ну, она сказала, что нас вычислили. Мы на данный момент и шли по лесу, и даже было, что ночевали. Приходилось даже больше недели, можно сказать, мы там находились. А что вы кушали в лесу? Ну, у нас было с собой денег, то, что мы могли. Я продала свой телефон, он продал свой планшет. Как-то протягивались так. Хорошо. Ну, что должно было стать конечной точкой вашего путешествия? Просто в рубежном у Саши было крестное. Да, мы хотели как-то к ней, но как бы ему сказали, что разбирайся сам, как хочешь. То есть вы ее нашли, но она отказалась вам помогать? Да. Просто не ожидали такого поворота, и нам стало действительно тяжело. Почему не продолжили путешествие дальше? Почему там задержались на несколько дней в разрушенном детском саду? Ну, мы в розыске, как без вести пропавшие. Из-за этого я не хотела, чтобы его забрали или сказали его местонахождение где. И поэтому нам приходилось путешествовать. Мы с рубежного отправлялись в Кременное, меняли местоположение, так же красились, меняли одежду. Как могли. Бунь и Клайд. Из-за того, что здесь ветра нету, как бы дождь сюда не попадает, когда начинается ливень. И поэтому здесь пока мы обустроились. Я на все как бы пошла, на любые ситуации, которые... Вот это вот любовь настоящая, прям, как говорится, с любимым и рай в шалаше. Сейчас происходит, поэтому как бы я выбрала, я рискнула, хоть какое не было наше жилье, как называемое, а как бы с любимым рай в шалаше. Прямо говорю, вот смотришь один за всех, прям, знаете, истории про... Можно просто сериалы, фильмы снимать, там, аля жила отец-тиран, который все дочке запрещал, а она начала работать в психдиспансере, ну там она полюбила, они сбежали, перекрасили. Ну реально, вот просто реальные истории для сериала. Уже сюжет уже есть, осталось только снять. Так и есть, отравь. Не кажется ли тебе, ну не допускаешь ли ты такую мысль, что он завязал с тобой отношения только ради того, чтобы сбежать из этого учреждения? Нет. И сейчас, поскольку вы уже его покинули, вполне возможно, он тебя бросит? Нет. Если мы убежали, и сколько я его знаю, если бы он хотел бы этого сделать, он бы давно это сделал. Ну, насчет того, сколько ты его знаешь, тут, конечно же, пока что рано об этом говорить. Вы-то знакомы несколько месяцев. Да, нам это говорили. То есть это, я понял. Ну да, да, это момент такой, этот, ну не юношеский максимализм, это я его уже знаю уже очень давно, аж три месяца. Ну да, тут прям... Оля, а вот мы же знаем про такую особу, как Ира. А, так это было до тебя. До вас была Ира. Нет, не насторожила. Почему? Ну, я знала, что это было до меня. Ира была сотрудницей этого учреждения или пациенткой? А санитаркой, скорее. Санитаркой. Тоже, да. Есть интересный нюанс, на который хочется обратить внимание. Ладно, Оля 21 год, она росла в очень таких, ну, пуританских условиях, и ей сложно распознать благородство мужчины. Но Ира-то работала санитаром. Вряд ли бы санитарка имела серьезные отношения с человеком, у которого совсем все плохо... С головой. С психикой. У меня встречный вопрос. Отношения Оли действительно искренние или просто Оле хочется папина солить? Родители есть родители, какое бы ни было обращение. Я не хочу никому не мстить, ничего такого желать или насолить. Я действительно этого не хочу. Я действительно хочу быть с ним. Мне кажется, что Оля слишком романтично настроена. Вот я бы хотел пригласить в эту студию Сашу для того, чтобы узнать, а как он видит будущее? Здравствуйте. Ну, как я понимаю, сейчас вы в достаточно затруднительной ситуации. И главная проблема – это отсутствие паспорта. Да. То есть, если был бы паспорт, что было бы по-другому? Ну, смотрите, если был бы у меня документ, который подтверждает мою личность, я устроился бы на работу. Да, я не спорю. Может, у меня группа инвалидности не позволяет. Так как по тренингу. Но в физическом состоянии я вполне чувствую себя нормально. Я работал на рынке. Работал в синомонтажке, грузчиком. Хоть не официально, да, но я какую-то денежку уже получал. Паспорт, он бы не изменил, чтобы я мог спокойно передвигаться по городу, не боясь ни патрулей, ни милицию. Ага. То, что если остановят, могут идентифицировать личность и отвезти в интернат? Скажи, Саш, как ты попал в этот интернат? Далее. Зачем беспомощному сироте пришили психиатрический диагноз? Могут колоть месяц, два, галлопередол обкалывать. Смотрят, как крутят, выкручивают. А вот скажи, до этого момента никаких у тебя диагнозов? Нет, нет, нет. Не было. А когда же они появились? Мне приходит уведомление. То есть я ставил в очереди на квартиру. Эту квартиру мог получить кто-то другой. А Сашу определили в интернат, и все. И сможет ли Саша вырваться из цепких лап ненавистного интерната? Если Саша сегодня захочет забрать свой паспорт... Конечно, но... Но! Нужна копия седоса прошлюб, его заявок про ведрахувание и доведка от тех людей, у которых он будет жить. У родителей. Но это же тупик. А главное, чем закончатся попытки Оли достучаться до черствых родителей? Она всегда на слепых смотрела и сказала фу. Какое прекрасное воспитание. Если честно, у меня нет слов. Я в ужасе просто. Какое-то сердце все-таки надо иметь. Ой, батя мне не нравится. Вы знаете, вот кто больше похож на психически больного человека, вот как-то батя больше на какого-то чикатилу мне. Домануха, чтобы вернуть их домой. Я это знала. Это один за всех. Чем ты ее соблазнить мог? Я вот это вот не пойму. Как ты попал в этот интернат? Попал я туда, получается, живу с бабушкой до 12 лет. Потом, так как у меня падало зрение, зрение у меня начало падать из-за того, что я вообще родился в России. Меня мать привезла два месяца на Украину. Я потерял полностью левый глаз из-за того, что мать досмотрела меня и обратилась вовремя в больницу. мне начали эти серьезные проблемы с здоровьем. То есть началось воспаление, потом перешло на зрение. Потом, получается, в три месяца она приехала, спросила, как мое состояние, как мое здоровье. Бабушка говорит, забери его. Я его могу только недолго продержать. себя, потом по-любому у меня его отберут. Я пробыл у нее до 12 лет у бабушки. Потом поступил в интернат в Рубежанске для детей со снежным дрением. Там пробыл пять лет. Меня потом переводят в связи с тем, как у меня нету официального жилья. Бабушку лишают опекунства. Жилплощадь не позволяет мне там находиться. То, что домик был маленький, два калидорчика, кухонька и односпально. Все. Потом меня переводят в Равенковский детский дом. Ну, оттуда я уже побыл тоже долгое время. Меня переводят в Дмитриевский. В Дмитриевском интернате мне приходит уведомление от Папаслянского грибполкома о том, что смогу ли я там себя обеспечивать. То есть, я стою в очереди на квартиру. А вот скажи, до этого момента никаких у тебя диагнозов психоневрологических не было? Нет, нет. Не было. А когда же они появились? То есть, как проблемы со зрением. Они появились тогда, именно когда я поступил в психоневрологический интернат. А как ты туда поступил без диагноза? Его создали уже по моему ответу с Равенек, так как у меня нет основного жилья. Они объяснили тем, что надо тебя куда-то определить. Но государство не предлагает тебе желтвость. Подожди, я правильно понял? Давайте психушку, да? Ты должен был выйти в нормальную жизнь и получить от государства квартиру. А поскольку у них с этим были сложности, они решили тебя устроить в бесплатный психоневрологический диагноз. И для этого просто дописали тебе что-то? Еще и по-другому эту квартиру мог получить кто-то другой. Да. А Сашу определили в интернат и все. Вот мы здесь смотрели видео, которое ты записал, где говоришь о том, что когда возникает вопрос денег, вас обкалывают какими-то препаратами. Да. Психотропные вещества это галлоперидол, клафиксол, мазетендепо. Назначают определенное количество. Могут колоть месяц, два, обкалывать. Смотря какое. Человек отставляет, смотрит, как его крутят, выкручивает. Вот я не очень понимаю, о каких препаратах идет речь, ну, кроме галлоперидола. Но вот Саша говорит, что от какого-то препарата там просто крутит людей. Да, это возможно. И поэтому он прав, он уже даже знает некоторые подробности. Эти лекарства, и надо сказать, это обычные лекарства для оккупирования так называемых психотических состояний. А поскольку у Саши есть официальный диагноз, если бы его не было, он там бы не мог находиться, то к нему могут применять вот все вот эти вот... Нет, нет, я, значит, категорически против этого утверждения. Какой бы ни был у человека диагноз, применение психотропных препаратов в медицинском учреждении осуществляется исключительно по состоянию. Врач должен, как говорится, освидетельствовать. Только после этого может назначаться на определенный непродолжительный срок. То, что рассказывает Саша, это может быть. Это может быть, но, к сожалению, это уже произвол. Произвол тех сотрудников, которые там работают. Это недопустимо. Скажи, Саша, а что за история с деньгами? Вам там действительно не выдают положенные деньги? Как объясняют, вот, насколько я раньше был, да, был хоть в Рубежанском, хоть в Равенковском детском доме, там меня обеспечивало государство. Получается, пенсия шла мне полностью. Тут же объясняют тем, что, да, идет 75% типа на наше содержание, то есть одежда, кормежка, а 25% идет на руки. Они могли скупиться ну, допустим, человек в первой группе получил 30 или 400 гривен, они могли скупиться на 60, на 50 гривен. Скупились, а там, объяснили, типа, мы тебе потом принесем. Или денег нет вообще. Беззащитные люди, не способные контролировать и так далее, поэтому воровство возможно в любом учреждении, в том числе и здесь. Услышав вашу историю, мы стали наводить справки об этом психоневрологическом учреждении. И вот какую информацию мы нашли. По сообщению Службы безопасности Украины разыскивается директор этого интерната, в котором находился Саша, за хищение порядка одного миллиона гривен. Ты что-то знаешь об этой истории? Нет. Но тем не менее руководитель этого заведения, он в общем-то явно не чист на руку. Не знаю, миллион ли он похитил, но тем не менее дыма без огня не бывает. Здесь у меня другой вопрос, Саш. Ты не знаешь, менялся ли директор этого лечебного заведения? Директор поменялся вот недавно, в этом году. А тот директор, который был до этого, он как, уволился или он в бегах? Он просто сел в машину, уехал, и мы ничего не знали. Уехал в закат. На данный момент этим учреждением управляет другой директор. К нашему большому удивлению, она согласилась сегодня приехать в нашу студию и лично ответить на все те обвинения и вопросы, которые есть у Саши. Ирина Юрьевна Фрольченко. Здравствуйте. У вас в руках что? Досье. Паспорт. Паспорт. Как много предположений. У меня в руках история болезни Кривошеева Александра и его особого справа. А вот Анатолий Павлович интересовался медицинским документом. Можно он полюбопытствует историю болезни? Анатолий Павлович, вы коллега? Да. Да, психиатр, насколько я знаю. Пожалуйста, история болезни Александра за момент его пребывания в нашем учреждении. А вы, как я понимаю, не только директор, но и врач? Да. Я ликар-терапевт высшего категории. А вот куда делся предыдущий директор? О том, мы тут информацию о нем из интернета собирали? Я ликар-терапевт. Как я уже сказала, я не представник правоохранительных органов. И одно только могу сказать, что он официально рассчитался за властным божанием. Да. Где в интернате лежит миллион, который можно украсть? Как туда эти деньги попали? Вот в чем вопрос. И тем более вы, как я уже поняла, и все присутствующие в курсе этой ситуации хоть чуть-чуть, протягом 15-го року были на данные кошты бюджетные понад 4 миллиона гривен. И были сделаны капитальные ремонты будильной споруд-интернату. А потом правоохранительные органы проводили проверки и выявили какие-то порушения. Я так понимаю, что все преступления, которые совершались ранее, подозреваются в этих преступлениях у них. Директор. Конечно. Я к этому... Значит, сейчас преступления не совершаются на территории интерната. Ну, пока я 4 месяца работаю, хочется выразить надежду, что нет. То есть, получается, если Саша сегодня напишет заявление и захочет забрать свой паспорт, он его получит? Конечно, но... Прекрасно. При одном условии. При одном условии. Для того, чтобы я его выведраховала, мне нужно несколько документов. Это его заявление, его, потому что он у нас дееспособный. Заявление людей, кто его будет забирать. Или родичи, или опекуны. Опекуны отпадают, потому что он деездатный, опекуна у него нет. А родичей у него тоже нет. А родичей у него тоже нет. Поэтому выход, я вижу, из создавшейся ситуации. Они подают заявление в ЗАГС, регистрируются и свидетство про шлюп я подставлю для меня для выведрахования из интерната. Ну, то есть, я так понимаю, что вы ему выдадите паспорт на время для того, чтобы они зарегистрировали заявление в ЗАГС? Конечно. Что ему нужно для этого сделать, чтобы получить паспорт? А если не готов жениться, то остается ты у нас, да, получается? Это заявление, как это было и раньше, потому что паспорт сберегается, паспорты у всех педопечных сберегаются окремо в сейфе для того, чтобы они не расходились между подопечными, чтобы они были на месте. Для сберегания, короче. Первое. Он пишет заявление и получает паспорт. Получает паспорт. В течение какого времени это может произойти? В течение пяти минут. Угу. За умом того, что он находится в интернате. Хорошо. А дальше, получается, по логике вещей, Саша может не являться в интернат, а вы дальше напишете вот... Нет. Я не могу такого допустить. Он является нашим педопичным, скажем так. Это я понимаю. Если он взял паспорт на руки, это еще не говорит о том, что он волен делать все, что угодно. Он же дееспособный. Он дееспособный. Но он прописан в селе Дмитриевка. У него в паспорте прописка интерната. Он находится у нас в интернате по переводу из Равеньковского детского дома-интерната. Они до 18 лет находятся в детских домах-интернатах. По достижении 18-летнего возраста они переводятся во взрослые дома-интернаты. Так, Саша? Да. С одной стороны, вы его не можете силой удерживать, а с другой стороны, вы его не можете отпустить. А как же это? Я его могу отпустить, если у него будет весомая причина для того, Сейчас у него нет весомой причины. Сейчас нет причины, поэтому он находится по-прежнему по прописке в доме-интернате. А смотрите, что получается. Вот он. То есть, получается, вы его сейчас должны за руку и везти туда? По логике, да. Потому что милиция уже поведомила, и что его нашли. А если он будет сопротивляться? Обращусь в милицию снова, потому что я сама с ним не совладаю. А он же дееспособный, как же так? Да, да. А какой же закон он нарушил? Для того, чтобы мы человека выписали из интерната, товарищи, скажем так, пустив его совершенно для него другую среду обитания, ему нужно обязательно доведко про наяние жилплощадь, что он будет где-то проживать, чтобы он где-то не болтался, не бомжевал. Скажите, договор об аренде жилплощади. Люди, у кого нету своей жилплощади, но многие арендуют, еще что-то. Ходит? Он же арендует жилплощадь и там живет. Или он в собственность ее должен получить? По логике, конечно, опять-таки это нигде не прописано. Еще раз говорю, как у нас написано в положении, если человек куда-то ведраховывается на постоянное место проживания, он должен отдать доведку о тех людей, где он будет проживать, про наявность у них житловую площадь. Все. Но это же тупик. Он же не может от вас... Нет, Дима, это не тупик. Это своего рода правовая коллизия. И в данном случае в правовую коллизию... Выражаясь простым языком, тупик. Руководитель данного учреждения может в принципе рассматривать общее законодательство Украины и не ограничивать свободу человека. Потому как если у него не будет одного из этих документов, получается, вы будете ограничивать его свободу? Я не могу его отчислить, потому что мы одним из установочных документов, еще раз говорю, есть наше положение. Смотрите, а... Соответственно, Саша может инициировать судебный процесс против вас, правильно? Наверное, да. Против вас, как организация, не против вас. Должностное лицо, прежде всего, правильно? Потому что вы используете свои должностные полномочия и удерживаете его на территории этого лечебного заведения. Хорошо, а давайте теперь так вот. Как реально решить эту ситуацию? Реально нужно пойти на уступки друг другу. Саша напишет заявление, ему пришлют паспорт. А дальше он в течение какого-то короткого срока, если они с Олечкой решили расписаться, подают заявление, регистрируют брак, он присылает документы. Жить ему все равно будет нет. Какая гарантия, что он мне пришел этот документ? А вы мне даете гарантию, что если он вернется к вам в учреждение, его не будут обкалывать? Даю. Я вам даю гарантию. А если через неделю это произойдет, вы готовы за это ответить? Я вам еще раз повторяю, я даю гарантию о том, что к нему никто не прикоснется. Но! Хочу спросить. Но! Саша, а что, разве такие случаи были, по крайней мере, при мне? Да. При мне? Да. Тебе кололи? Да. Что тебе кололи и кто? Мне кололи, Галоперидол, мне даже вызвал Вова Бондаренко, да? Специально кололи. Уважаемый коллега, что у нас написано в выписке из Сватовской психбольницы? Стоп, 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 нет. Сейчас, кто такой Вова? Вова Бондаренко? Вова Бондаренко? Медбрат. А вы, услышав вопрос А Вове Бондаренко почему обратились? Потому что его не могли просто так уколоть. С учетом того, что в истории болезни есть запись, что мы показаны нейролептики. Как нейролептики вписываются в план того, что вот Саша абсолютно здоров, абсолютно комфортно себя чувствует в жизни? Когда больные находятся в Сватовской психбольнице, там они в процессе лечения и обследования дают рекомендации, из чего мы исходим. Анатолий, а что там написано вот в этих документах, которые у вас в руках? Ну, практически, вот если посмотреть за последний год, здесь есть записи. Вот. Однако, ни одного врачебного назначения психотропных препаратов нет. Были случаи, когда медсестра только потому, что больная мешала ей ночью, понимаете, отдыхать, вкалывала препарат. К утру больная погибала. И поэтому это преступление. Мы же понимаем, да, что есть то, что должно быть, а есть то, что иногда происходит. Без исключения, согласна. Допускаете ли вы мысль, что без вашего ведома допускаю. Вова Бондаренко это делал? Допускаю. Ну, вот мы об этом. Согласна. Я обещаю, гарантирую и так далее, что до момента вступления его в брак его никто колоть не будет. Обещаю. Второе. Здесь пишется о том, что он периодически поступал в Сватовскую областную психиатрическую больницу, и оттуда есть, ну, я бы сказал, странные выписки. Вот, например, в одной и той же выписке из истории болезни. Психолог посмотрел, пишет легкая умственная отсталость. Ниже умеренная умственная отсталость. в том же самом документе. Поэтому мне кажется, что с этим тоже надо будет разобраться, договориться с ними, что же на самом деле должно быть. Но у меня такое впечатление, что речь идет исключительно то ли о легкой, то ли о легчайшей умственной отсталости. Вот как ему теперь вернуть статус здорового? Я ему готов немедленно написать заключение о том, что в данный момент он нуждается в психиатрической помощи, что он в ясном сознании и вполне может находиться вне стен как психиатрической больницы, так и психоневрологического интерната. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз повторяю. Нужна копия свидетельства про шлюб, его заява про ведрахувание и доведка от тех людей, у которых он будет жить. В частности, речь о его потенциальной, скажем так, жене. А вот тут вот, кстати, и вопрос, потому что жить-то им негде. Если они с Олей женятся, а Оля у нас живет в домашних условиях, по логике они должны жить у родителей. Тогда давайте пригласим их в студию и попробуем договориться все вместе. Родители, то есть батя, который недолюбливает, похож немного тоже на какого-то... Саялы и Вадим Корнауховы встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже там мама там как-то не активный. Присаживайтесь. Осторожно. Что с ней? Если я правильно понимаю, вы месяц не видели свою дочь? Ну, полтора. А как-то у вас такая сдержанная встреча? Сами не понимаю. Судя по всему, Оля вас боится, да? Нет, я не боюсь. Не боится она. Не боится. Тише, тише. Что с мамой? Ты у нее стресс и шок? Папа, поцелуйте Волю. Я успею. Хватит. 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 Вопрос сначала к вам, Цайлы. Чем вам будущий зядь не нравится? Я не хочу его. Он больной. Он подопечник. Он слепой. Да, но вы тоже не пышущий здоровьем человек? Я для нее хочу лучшего. Как каждая будущая мать для дочери всегда желает, чтобы у нее муж был полноценным. Да, но что вы выбираете? Счастливую дочь с неполноценным мужем или несчастливую дочь с полноценным? У нее все впереди. Она еще молода. Она может себе лучшего найти. А может и не найти? Можем. Но в любом случае, я считаю, что после 21 года она сама себе должна искать. С такими родителями сложно, да. Мы не согласны. Она знает, что она неправильно сделала. Смотрите. Просто получается, что именно из-за вашего желания причинить добро ваша дочь два месяца ночевала в детском саду, где на первом этаже регулярно находились люди, употребляющие наркотики. Нет, нет. Это он. Он ее чем-то обкрутил. Моя дочь никогда такая не была. То есть вы считаете, что он ее приворожил? Да. Не знаю. Чем-то. Батя, ну да. Она всегда на слепых смотрела и сказала фу. Какое прекрасное воспитание. Очень, да. Знаете, как-то, если честно, у меня нет слов. Особенно у меня нет слов, когда это говорит человек, у которого есть проблемы со здоровьем. По идее, должно быть, ну, какое-то сочувствие, сопереживание, понимание. Я вышла замуж за нормального человека, но не подопечные. Вы, да. Но у вас же проблемы. Ну, вы знаете, я в ужасе просто от того, что такое малодушие в отношении собственной дочери и этого мальчика. Вы можете, как мама, этого не хотеть. И давайте не лукавить. Мало какая мама, какой папа желают ребенку проблем, сложностей, каких-то потенциальных генетических нарушений и психических расстройств. Но какое-то сердце все-таки надо иметь в отношении того, чтобы, ну, хоть как-то сдерживать свое нечеловеческое. И это ее выбор, понимаете? Что мама, что батя, меня вообще как-то... Машина. Давай, иди еще, пошли. Вот, позицию мамы мы поняли. Пойдем отсюда, да? А что скажет глава семьи? Я скажу одно. Я в интернате работаю психоневрологически. Да, мы знаем. Написано было в карточке, что он умственно отстал. А кто сказал? А кто сказал? Смотрите, тут есть несколько... В близком деле. Сегодня выяснилось, что Саша вполне адекватный. Вполне адекватный. Молодой человек, да. И это подтвердил профессор психиатрии. Все поправили. Тогда скажите, пожалуйста, как он туда попал? А это, кстати, у нас тоже был такой вопрос, почему он там находится. Потому что детей из интерната надо куда-то определять. Вот его определили. Ну, другими словами, давать им квартиру. Или место в общежитии. А поскольку в том регионе, в котором Саша рос в интернате, с квартирами и с местами в общежитии были сложности, его и определили интернат. Ясно. Мы знаем, что он больной. Это неправда. Нам не нужен он. Он нам не нужен. Больная бабушка, больной батя. Мы его не принимаем. Да. Тогда приходите к ним в гости в разрушенный детский сад. Вот, кстати, посмотрите, в каких условиях они живут. Мама, посмотрите, где живет ваша дочь. Вот, смотрите, видите, где она спит? Она сама себе выбрала. Тоже, что мы ее такого не желаем. Сосед снизу нам просто отдал. Сосед снизу. Там у них еще соседи есть. Мы ее обустроили, сделали, чтобы она удобная была, да. Вот здесь и милая. Батя больной. Батя, мы так это спим. И счастливый. Жесть. Чем ты ее соблазнить мог? Я вот это вот не пойму. Извини, пожалуйста, извините, пожалуйста, дать что перебью. Чисто по-мужски интересно. Вам и хотелось, чтобы такой, извините за выражение, за слово, что ваша дочка вышла за такого. Простите меня за мой цинизм, но вы же своего мужа видели? Мне тоже кажется, что он более похож на душевного больного. Видели, видели. Ну так, в жизни бывает всякое. Если бы... Вот это чувак, взгляд маньяка. Ну вот, реально, чеканило, бля, посмотрите. Я бы немножко уже шептунца бы дал бы. Порубал бы по частям у меня бы, наверное. Ну вот, реально. Все решала внешность. А мамаша? Господи, там нормальный пацан, я так понимаю. Ну да, были проблемы, мамаша как бы не доглядела больная, что ребенка потеря зрения была и так далее. Бедного пацана накололи, определили, как больного. Вы выбрали себе другую жену, правда ведь? И она бы выбрала себе другого мужа. Есть что-то большее, чем внешняя привлекательность. Было бы хорошо, чтобы, дожив до этих лет, вы это понимали. Услышьте, пожалуйста, вы отказываетесь принимать реальность. Вы говорите, этого нет. Давайте мы с вами согласимся, что это действительно происходит. Это ваша дочь, ее зовут Оля, рядом с ней сидит ее муж будущий, его зовут Саша. И независимо от того, вы их признаете сидящими на диване или нет, они все равно существуют. Пусть она сама выберет. Вот она выбрала. Она выбрала. Хорошо, пусть выберет. Оля, выбирай. Мама плохая у нее разве была? Подождите, Целла, вы сказали, пускай сама выберет, давайте пусть выберет. Оль, выбирай. Простите меня за все, родители, то, что я причиняла столько вам боли и столько времени, я не выходила с вами на связи. Прошу, можно сказать, на коленях. Хоть бы раз сказала, я же вам здорово. Прощение. Я звонила бабушке, чтобы она передавала вам, что со мной все хорошо. Нет, не было. Один раз было, только на третий день. Но все равно, я очень прошу прощения, я виновата перед вами. Не бейте меня. Нет прощения. Я ее прощаю. Я ее поднимаю. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, кого она выберет. Мне тоже интересно. Да, я вас прошу. Выбирай его. Оля, выбирай себе или он, который ты помой, как будешь спать, или возвращать с собой теплый дом. Да. Да вы манипулятор. Родители, правда, то, что вы его не принимаете, значит, меня тоже для вас нет. И я выбираю его. Санта-Барбара просто. Видим, домой. Как вам выбор дочери? Это вас следовало ожидать. Вы что скажете? Вы же говорили, пускай выберет сама. Вот она выбрала. Что скажете об этом? Мне нечего сказать. Она очень ошибается. И она это поймет. Возможно. Выбрать ей вот эту жизнь. На данный момент это так. Как вы теперь будете к ней относиться? Не знаю. Она теперь не наша дочь. Вы никогда не смиритесь с моим выбором. Да. Но пойми, он мне даст то, что, наверное, никто другой, ни один, может, мужчина, не может, даст мне то, что может дать он. Все пошли. Все пошли. Извини, пожалуйста, практически перебью. Ничего. Да? Вадим Алексеевич, вот теперь такая ситуация, да, логическая? Смотрите, за эти все два месяца, неважно, в каких условиях мы проживали, да, но неважно, как мы жили, но я все равно старался, для меня первое главное, это было, чтобы она была накормлена, она была чистая, в чистое одета. А чем ты ее кормил? Самое главное. А чем ты ее кормил? Он кормил, он то, что мог, он не находил, он заботился. Я видела, что ты ей дал. Во-первых, да. Ты сам с интернат, у тебя за душой не гроша. Прошу. Ой, какой ужас. Боже. Но несмотря на это, Это тот случай, когда у конченных родителей родилась дочь, которая поняла, что с ними жить невозможно. Это жесть, конечно. Живя в таких условиях, я все равно находил работу. Все равно работал. А вы даже не слушаете того, что вам говорят. Вы не слушаете, как вам рассказывают, что о вашей дочери заботились. Вы искали ее два месяца, но тем не менее, последние 15 минут, я от вас слышу фразу, давай уходить, давай вставай, пойдем. Вы уверены, что вам нужна дочь? Мы любим нашу дочь. Мы. Вы любите себя. И знаете, вот то, что сейчас происходит, это, наверное, то, что всегда происходило в жизни вашей дочери. Когда она пыталась с вами поделиться чем-то значимым для себя, вы ее даже не слушали. Потому что сейчас, когда она говорит очень важные для себя вещи, вы говорите о чем-то своем. Вам все равно, что с ней происходит, что она чувствует и что она хочет. все равно. Если вы хотите действительно, чтобы я была с вами рядом, и мы были с семьей, примите его как сына, и мы будем жить вместе, мы будем счастливыми. Но я знаю, что вы не выберете и не примите его, но я останусь с ним и до конца, как бы не было мне трудно, где бы я сейчас не находилась. То есть, получается, Саше не светит прописка. Вы, кстати, не против Сашу прописать у себя? Нет. А то, может, я в скоропостижные выводы сделаю. Мы не хотим. Вы не хотите, а вы тоже не хотите? Нет. Почему нет? Работать он не может. По хозяйству он ничего не может. В смысле не может? Что он может? А почему он не может? Ну, что он может? Насколько мне известно, он интернат, в котором вы работаете, обеспечил интернетом. Пока я туда не приехал, никто не знал вообще, что такое мобильные телефоны, что такое смартфоны, не говоря уже о компьютерах. И придя я туда, в интернат, я обеспечил, я объяснил всем, научил, как пользоваться интернетом. ко мне все приносили компьютеры, переустановить программное обеспечение, почистить. Я хотел уточнить, Ирина озвучивала, что ранее у вас состоялся с ней разговор. Это была достаточно доверительная беседа, в которой якобы вы пришли к выводу, что пусть они приезжают, живут, и бог с ними, как-то оно перемелется. Личное решение? Извините за выражение, это была замануха, чтобы вернуть их домой. Я это знала. Понятно. Я знала. Замануха. Я знала. Молодцы, извиняйте. Я извините, что я вас подставил, извиняйте. У меня такая шикарная репутация за этих три месяца нового директористовства. У меня попросили прощения, озвучиваю. Я, оказывается, тоже была не в курсе, что это, оказывается, замануха. Я думала, что мы разговаривали доверительно. Понимаете, Ирина, беда в том, что мы, к сожалению, с вами не можем быть уверены в безопасности Александра, если он вернется в ваше заведение. Потому что дальше ему сломают кости и перед вами попросят прощения. Поэтому давайте дистанционно решим эту проблему. Просто обеспечим себя документацией и отпустим парня в свободное плавание. Согласна. С вашей помощью. Сегодня Саша должен написать заявление Ирине о том, что он требует ее выдать ему паспорт на руки. В течение месяца они с Ольгой зарегистрируют свои отношения и он пришлет ей документ о регистрации брака. Что касается прописки, это будет съемное жилье, которое он сможет тоже указать также документально. Это будут те три документа, которые необходимы Ирине. Хорошо. Три месяца я позабочусь о том, чтобы им было где жить. Я вам гарантирую, что капать на голову им не будет и сквозняка там тоже не будет. Это будут вполне приемлемые условия, не хуже, чем в вашем интернате. Ну, а за три месяца, я думаю, как-то они уже имеют документы на руках, смогут либо продлить аренду этого жилья, либо подыскать себе что-то более подходящее. Вариант? Вы гарант? Да. На первые три месяца он будет жить в достаточно неплохих условиях. А за это время мы оформим все необходимые документы? Я надеюсь, что мы их оформим гораздо раньше. Мне важно, чтобы он за эти три месяца вот нашел себя в этой жизни, где он дальше будет жить. Извините. 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 Извините, нас ради Бога. То есть вы с дочерью поговорили, видеть ее больше не хотите и знать не знаете? Нет. Мы хотели бы еще раз встретиться. Но она не хочет нас. Саш, ну вот сейчас, я думаю, все становится на свои места. Теперь судьба Оли полностью в твоих руках. И я очень надеюсь, что ты не подведешь ни меня, ни людей, которые в тебя сегодня поверят. Даю слово, что данного человека, который сейчас рядом сидит со мной, я не обижу и буду стараться все делать, чтобы она была счастлива. И мы жили в нормальных условиях, нормально работали, у нас было все хорошо. Да, вот такая вот история. Директор интерната сдержала свое обещание. Уже на следующий день после съемки в студии Ирина Юрьевна вернула Саше его паспорт. И первым делом счастливые влюбленные побежали в ЗАГС. Теперь Саша с Олей официально муж и жена. Морька! Морька! Можно сказать, что хэппи-эппи, да? Свидетелем на свадьбе была спасшая беглецов Марина. А вот родители невесты поздравить ребят так и не пришли. Не удивлен. Но самый неожиданный подарок они получили от Дмитрия Карпачева. Кроме того, что ведущий один за всех помог им жильем на первое время, он решил воплотить в жизнь их главные мечты. И уже месяц Саша учится в Киеве на программиста. Александр, добрый день. А, типа, они их на учебу отдали, да? На фронтах заработал сайт и фэп-дизайн, да? Ну вот, пришел в наш институт. Заходите. Тем временем Оля на курсах получает профессию парикмахера. Она проходит практику у художников по гриму телеканала СТБ. А наши редакторы уже опробовали на себе первые прически от будущего мастера. Придержи конец. Да, получилось. Просто вот внутри слегка раз Ну это проще. О, я эту девочку знаю. Я когда был на Украине Моя Талант она тоже была стилистом. То есть делала там макияжи ребятам, прически. Да, да. Ну вот, короче, как-то так. Вот такая вот у нас получилась история. Ну можно сказать, что с хэппи-эндом, да. Но родители там, конечно, особенные. И как бедного чувака там, конечно, держали, кололи. Ужас. И это вот реалии. С радостью прочитаю ваши комментарии. Проверьте подписку на лайв-канал. И увидимся в новых выпусках один за всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok